Услышал сообщение о том, что в мае планируется отменить карантин и люди должны пойти на работу. У меня возникает только один вопрос. Почему не сейчас? Или давайте говорить словами нашего президента, который сказал, что завтра уже наступило. У меня вопрос. Почему не отменять карантин вчера? Уже достаточно данных о том, что эту инфекцию уже не остановить. И настолько ли она опасна? Давайте вот просто углубимся. Кто придумал карантин? В Китае его создали и действительно там оно работает. Оно как-то приостановило это развитие. Многие говорят, что китайцы скрывают реальные данные. Но факт остается фактом, что действительно в Китае это работает. И другие начали это заимствовать. В надежде, что люди в других странах будут так же само, как в Китае сидеть дома и ни с кем не контактировать. Но как показывает практика, возьмите тут же Италию или Нью-Йорк в Соединенных Штатах. Люди как выходили, так и выходят. В Нью-Йорке вообще там толпы народами ходят. У них там сейчас самая большая эпидемия. Можно ли остановить этот вирус карантином? Я вот прочитал классную статью на Wall Street Journal о том, что карантин не остановит эту инфекцию. И самый грамотный прогноз, который я слышал, это был от Ангела Меркель, которая сказала, что 60-70% немцев будут болеть коронавирусом. Настолько ли опасен этот вирус? Тут возникает вопрос. Если посмотреть на реальные данные, давайте абстрагируемся от наших размышлений, от слухов, от всего остального. Я не вирусолог, я абсолютно не эксперт в этой сфере. У меня даже нет медицинского образования. Я просто вот возьму реальные данные, которые были опубликованы на Bloomberg. Данные из самой смертоносной Италии, что средний возраст умерших от коронавируса 79,5 лет. То есть это вообще рядом с средней продолжительностью жизни. У нас люди даже столько не живут. Настолько ли опасен этот вирус? Да, возможно он более опасный, чем грипп. Я вот, допустим, даже общался со своим отцом. Он кандидат медицинских наук. И он мне сказал, что на самом-то деле этот вирус не более опасный, чем грипп. Ну, средние данные показывают, конечно, другую практику. Он более опасный. Но вопрос в другом. Мы можем долго гадать, опасен он или нет. Вопрос заключается в том, возможно ли его остановить. Карантин его не остановит. Это уже очевидно. Потому что вирус разрастается от небольшого количества людей. Просто от маленькой группы. Вы не закроете 7 миллиардов, 700 миллионов людей дома. К примеру, допустим, в Китае смогли закрыть. Потому что там нельзя по-другому. Люди, если им сказали, они это делают. Возьмите Индию. Там могут палками побить. И тоже люди загнать домой. А в Нью-Йорке, в Японии, в Италии это не получается. Потому что у людей есть определенные права и свободы. И они будут выходить на улицу. И на самом-то деле, давайте посмотрим более углубленно. Можем ли мы пережить карантин, допустим, как те же американцы или там европейцы. Сколько Америка выделила? 2 триллиона долларов? Возможно, у них есть эти деньги? Пережить карантин. Возьмите Австралию. Там меньше населения, чем у нас. 180 миллиардов долларов. Возьмите Европу. Они до сих пор там спорят по поводу 450 миллиардов евро. Они хотят выделить эти деньги. Интересно, сколько выделяем мы? Есть ли у нас эти деньги? Хорошо, а есть ли у нас этих денег? Допустим, нет, как и всегда. Зачем тогда вводить этот карантин? Возьмите Швецию, возьмите Белоруссию. Они не вводили никакого карантина. И да, они ввели определенные меры, определенные ограничения, которые помогают. Но они продолжают работать и продолжают развивать свою экономику, а не стоять на месте. Если у нас нет таких возможностей, как у Европы, Австралии, Соединенных Штатов, зачем мы вводим этот карантин? Возможно, это не наш путь. Я, знаете, когда изначально не было понятно, что это за вирус, возможно, действительно на том этапе стоило вводить карантин, потому что мы просто банально не знали, что это такое. Сегодня я не хочу оперировать фактами, что где-то там молодой спортсмен умер. Да, таких новостей полно. Но при этом, я вам скажу, также полно новостей. Там 102-летняя старушка в Италии выздоровела. Принц Англии, 77 лет, выздоровел. Тоже этих данных полно. Общая статистика, которая проведена по Италии, она собирает все данные по всем людям. И она показывает, что средний возраст умершего от коронавируса 79,5 лет. А самое интересное другое, что у 99,2% людей есть другие опасные болезни. Пожалуйста, я оставлю ссылку в описании. Почитайте. Блумберг там подробно расписано. Действительно уже есть какие-то результаты. Я понимаю, что наше правительство хочет в мае запустить экономику, потому что у нас нет другого выбора. Но почему вопрос в мае? До мае ситуация не исправится. Сейчас темпы наращиваются. Вы какие-то дополнительные меры ведете. Будет супер, если действительно придумают какие-то лекарства от коронавируса. Но самое сильное лекарство сегодня, это наша иммунная система. И вы закрыли спортзалы, вы закрыли спортивные площадки. Люди не могут бегать, кататься на велосипеде. Я понимаю, что многие нарушают. Я говорю про законную часть. И вопрос, как люди могут повысить свою иммунную систему, находясь дома. Вы знаете, когда в Китае, к примеру, сняли карантин, куда побежали основная масса жителей в Ухане? Они побежали разводиться. Потому что люди, находясь в закрытом помещении дома, особенно когда без денег, особенно когда в такой ситуации, у них повышается уровень депрессии. А как мы знаем, 90% болезней от депрессии, это как раз эмоциональные болезни. Провоцируется множество других болезней. Знаете, во время чемпионата мира по футболу был повышен уровень насилия. В 2008 году это было тоже во время мирового кризиса повышен уровень семейного насилия. И сегодня это наблюдается то же самое. Люди, которые закрыты дома, вторая половинка, к примеру, не может убежать к маме, не может просто пойти куда-то пожаловаться. Они закрыты. И, соответственно, вырастает уровень насилия, основанная, скажем так, на тяжелой ситуации. Я не считаю, что необходимо карантин останавливать в мае. К маю ситуация не поменяется. Данные будут расти, количество заболевших будет расти. Но если бы не было тех данных, которые уже опубликованы, пожалуйста, я оставлю ссылки. Посмотрите. Не надо смотреть сквозь призму, что где-то единично заболел, на кого-то это повлияло. Надо смотреть на все новости, а не читать сквозь. И по общей информации, что люди, которые умирают от коронавируса, они действительно очень близки к тому, чтобы просто умереть даже от других болезней и от какой-то ситуации. Я уверен, что коронавирус, наверное, вносит какую-то лепту сюда. Но по общей статистике там не настолько все печально. Можно взять статистику по нашим странам. Конечно, она там более высокая. Но вполне возможно, что это связано именно с тем, что пока немного данных. И очень много людей, которые просто переболели коронавирусами, даже об этом не знают. Я вам скажу, у меня, наверное, полно знакомых, которые кашляли дома, отсиделись, вышли. Корона была, не корона, непонятно. То есть, ну, соответственно, в Италии и в Соединенных Штатах там более глубокие тесты, там больше возможности это определить. Ну, у нас, в принципе, те, кто умерли, определили по ним, что это коронавирус. Я вот хочу сказать, что в ситуацию, когда у людей нет денег, а если посмотреть реальные данные, что 6% населения имели деньги только на пару дней, я уверен, что они уже закончились, что им дальше делать? То есть, а если брать остальную часть населения, 40%, которые имеют деньги на месяц, то есть вы их под самую черту подведете? То есть им необходимо, я не знаю, срочно в мае бежать и как-то отрабатывать? В Германии, к примеру, опустили стоимость продуктов питания на 50%. Ну, у нас, по-моему, они только поднялись. То есть, у нас что, новый голодомор или что? Я не хочу хейтить власть. Я прекрасно понимаю, что когда мало информации, мало данных, необходимо принимать какие-то радикальные решения. Но сегодня эти данные уже есть. Тот психоз, который сегодня есть в прессе, в слухах, то, что происходит, это действительно было страшно изначально. Ну, сегодня, но мы уже имеем эти данные. Люди, которые запертые дома, они не могут заниматься спортом. Лучшее лекарство сегодня против коронавируса – это здоровье, это иммунная система. Выпустите людей на улицу, разрешите им ходить. Ну, давайте соблюдать дистанцию. На самом-то деле, там один метр достаточно. Возьмем два метра с головой. Два метра – это супер. Давайте, если кому-то спокойнее, пусть носят маски – не вопрос. На самом-то деле, Всемирная организация здоровья не рекомендует носить маски, потому что маска не предохраняет от коронавируса. Ее должны носить только исключительно в помещении, исключительно больные. Ну, если взять данные по Азии, они не совпадают, мнение. Вполне возможно, что в Азии не маски остановили болезнь, а то, что они действительно как-то смогли запереть людей дома. Но в свободных странах, такие как Америка, Европа, вы не запрете. Даже у нас люди их не запереть дома, и они будут выходить на улицу. Почему коронавирус сегодня уже не остановить? Да очень просто. Вот даже собаки, кошки, вот уже китайские ученые доказали, в 70-80% случаев болеют коронавирусом, также его спокойно переносят. Возьмите исследования исландских ученых, которые показали, что 50% людей переболели коронавирусом и даже об этом не знали. Карантин, который закрывает людей, и как вроде выздоровели, тесты показали, что уже нету коронавируса. А потом же китайские ученые сказали, что нет, что он еще может быть 7-8 дней человеке. То есть это тоже доказано. То есть даже те, кто выздоровели, они могут спокойненько дальше переносить эту инфекцию. Многие даже об этом и не знают. Сегодня лучшее лекарство это иммунная система. Занимайтесь спортом. То, что у нас пытаются забрать. Пожалуйста, хотя бы дома делайте йогу. Тренируйтесь, отжимайтесь. Куча возможных вариантов, там тут же пресс качать. Питайтесь правильно. Ешьте овощи, ешьте орехи, ягоды. Это действительно классно помогает для улучшения иммунной системы. Причем там ягоды, если проводили исследование на кенийских бегунах. И они, те, кто ели ягоды за 2 недели до марафона, потом у них проверили уровень поднятия определенных токсинов в организме. И они показали, что он у них практически не поднялся. В отличие от тех, кто ягоды не ел. То есть ягоды, это вообще в 4 раза повышает иммунную систему. Ешьте ягоды. Игнорируйте какой-то фастфуд. Я вот, допустим, не понимаю, зачем закрыли кофейни везде. Можно было выйти на улицу и попить кофе. Сегодня их закрыли, а при этом Макдональдсу разрешили продавать на вынос. Почему им разрешено, а нашему бизнесу не разрешено? Вопрос соответственно. Знаете, я не хочу претендовать на то, что большой эксперт. Абсолютно нет. Все, что я делаю, я читаю все. Я читаю разносторонние информации. Я вообще хочу быть экспертом в своей нише, где я постоянно развиваюсь. И, возможно, мне проще всего, потому что работаю в интернете, на фрилансе. Вопрос заключается больше к специалистам, которые у власти. Кстати, пожалуйста, возьмите, просто проанализируйте реальные данные. Вирус этот не остановить. Его поборет, скорее всего, только иммунная система. Вспомните Ангелу Меркель, которая сказала, что 60-70% немцев будет болеть коронавирусом. Давайте не будем запирать людей, пусть они выйдут, занимаются спортом. Откройте спортзалы, потому что вы их запрете до мая, потом они резко все выйдут. И уже иммунная система понижена, потому что все сидят дома еще в этой депрессии, читают эти новости. Необходимо делать какие-то шаги сейчас. Я не знаю, услышат меня, не услышат. Это одно из мнений. Я уверен, что там действительно достаточно много кто говорит, и всех не услышишь. Хотя там президент обещал, что мы слышим всем. Всех посмотрим. Но все, что я вам хочу сказать, перестаньте бояться. Будем надеяться, что наши власти примут правильные решения. И остановят этот карантин не с мая месяца, а уже сейчас. Те же страны, такие как Беларусь, Швеция, которые его даже не водили, и возьмите даже Чехию и Данию, они уже тоже останавливают карантин сейчас. Почему мы должны ждать 1 мая? Вот вопрос. Почему эти страны уже проанализировали данные и углубились? У нас что, лучшая экономика, чем у них? Я не думаю. Они уже поняли и запускают свою экономику на основе той же Швеции. Швеция его даже не водила. И вопрос в том, что если мы продержим этот карантин, те же зараженные есть и в Швеции, и в Беларуси. Мы что, границу с ними закроем? Или вы границу с Америкой закроете? Я вам гарантирую, они к 1 мая все не выздоровеют. Это невозможно. Поэтому у меня просто одно предложение. Давайте его останавливать сейчас. Дайте людям работать. Люди хотят работать. Люди, которые голодные, которых нет денег, они могут пойти, они либо будут голодать, либо пойдут на какой-то криминал и повысится уровень криминала. Не хотелось бы этого видеть. Я вот вспоминаю историю с моим отцом. Как-то он после Нового года, в канун Нового года, поехал на дачу, нарвал яблок, приехал домой и с вокзала пошел пешком. И его остановил патруль. Спросили документы, он показал паспорт. А там было место рождения в Молдавии. Настолько не образованный был патруль, который решил, что он молдаван. Даже не удосужились проверить его прописку. Они его побили, завезли в участок, забрали мобильный телефон, забрали все деньги и посадили в камеру. Просто за то, что он шел домой с яблоками. Я вам скажу, когда по счастливой случайности они забрали у него один мобильный телефон, но у него был второй, потому что он экономит на звонках. И он мне позвонил. Позвонил с камеры. Я как раз шел в кино и убежал с кинотеатра. Понятное дело, туда приехал и начал выяснять, а по какой причине вы его задержали. Назовите хоть одну единственную причину, почему вы его задержали. Потому что он чуть-чуть выпивший, но он не был пьяный, он не шатался. Да, это канун Нового года. Алкоголь в крови держится до трех дней. Я вам скажу, что после этого пытался писать заявление в прокуратуру, в отдел внутренних расследований. Бесполезно. Меня никто не услышал. Дело замяли, как всегда. И вы знаете, что у нас есть другие проблемы, которые необходимо решать. Вот этот уровень криминала, он может просто сейчас активно подняться, из-за того, что у людей нет работы. Возьмите ту же Америку. У них в марте рекордная покупка оружия. Три миллиона, даже более, количество оружия куплено в марте. Зачем люди покупают оружие? Вопрос, да? Чем больше оружия, тем больше всякого криминала будет. Не доводите людей под эту черту. Дайте им сейчас работать. Вы знаете, вот даже когда хотел, допустим, постричься, к примеру, просто все закрыто, я не могу постричься. И у меня, знаете, последнее, что печет, это моя стрижка. Вопрос в парикмахерах, в барменах, в турагентах. Что им делать? Они должны отсиживаться. Огромное количество населения живет от зарплаты до зарплаты. В Соединенных Штатах 6 миллионов американцев пошли и попросили дотацию на вот этот период. Им выделили огромные деньги. А у нас поднялись цены на продукты питания. Нет денег, дайте людям работать. Один раз даже читал классное исследование, тоже оставлю ссылку в описании, по поводу Австралии, что там провели исследование, почему вот в постсоветских странах люди меньше болеют коронавирусом. И по данным этого исследования было, что возможно из-за того, что нам когда-то делали прививки еще в Советском Союзе от туберкулеза, я не знаю, есть ли у вас здесь на плече, вот такие отметины, но возможно это и есть наше противодействие коронавирусу, потому что у них очень схожие компоненты этого вируса. И даже там 4000 врачам в Австралии тоже планируют сделать эти прививки. Я оставлю ссылку в описании, вы можете это посмотреть. Возможно, мы уже привиты и не такие у нас страшные данные. Я хочу только предложить, пересмотрите реальную ситуацию и примите грамотное взвешенное решение. Ну, а нам только стоит ждать и надеяться, что оно действительно будет правильное и полезное для всех нас. Спасибо. Заботьтесь о здоровье. Продолжение следует...